Каждый житель России в той или иной степени является патриотом своей страны и хочет, чтобы его страна менялась в лучшую сторону. В маленьких городках развитие идёт не такими глобальными темпами, как, например, в столице Урала. А жители хотят изменений, но, находясь, так сказать, не у руля, повлиять на ситуацию не могут. Артёмовский городской округ – это небольшой пример маленького городка, который очень хочет развиваться. Но почему-то не может это сделать. Кто же или что не хочет изменений – это вопрос с многоточием в конце. Губернатор области считает, что нужна реформа местного самоуправления, которая позволяет усилить роль представительных органов власти в жизни муниципалитета и повысить эффективность работы глав муниципальных образований, что способствует развитию территории и повышению качества жизни людей. Губернатор напомнил, что федеральный законодатель дал возможность представительным органам субъекта федерации самостоятельно принимать нормативные правовые акты, устанавливающие порядок избрания глав муниципальных образований. И некоторые регионы так и поступили, установив единый порядок избрания главы для всех муниципальных образований региона. Свердловская область исходит из того, что инициатива о порядке формирования исполнительных органов должна идти из самих муниципалитетов. К настоящему времени принято 10 областных законов, связанных с избранием представительных органов и глав муниципальных образований, а также с разграничением полномочий между региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Это дает, конечно же, возможность более качественно подбирать кандидатов на должности исполнительных органов. Это дает возможность усиления роли представительного органа власти муниципалитета в избрании, назначении и отстранении. Это принципиальные вопросы, которые сегодня дают возможность отсекать, и такие у нас примеры, к сожалению, есть. Их немного, но они есть. Отсекать от избрания людей, которые понятия не имеют о коммунальной политике, понятия не имеют о том, как управлять муниципалитетом. Но понравившись во время избирательной кампании избирателям, заскочив в кресло градоначальника, отбрасывают муниципалитет в своем развитии на один, два, а то может на целый срок. Сегодня роль избрания в большинстве своем, в большинстве, и роль формирования исполнительных органов власти, конечно же, принадлежит нашим представительным органам. И мне кажется, это и есть то самое влияние на власть через представительные органы, которого все когда-то хотели. По словам губернатора, он достаточно долго работал в муниципальных образованиях на различных должностях и убежден, что только тогда, когда исполнительная власть подконтрольна представительным органам, есть движение муниципалитета вперед, есть работа, приносящая положительные результаты. Как пояснила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, сегодня многие муниципальные образования вносят предложения по изменению формы избрания глав территории представительным органам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В ближайшие дни планируется рассмотреть проект закона Свердловской области в отношении еще 14 муниципалитетов. Сами депутаты отмечают, что новый способ избрания глав позволит вывести муниципалитеты на новый уровень развития. Кроме этого, губернатор поблагодарил представителей муниципальных дум за конструктивное сотрудничество. Я, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за большую работу, которую вы видите в постоянном взаимодействии с главами администрациями, с руководством правительства Свердловской области, законодательным собранием. Я думаю, что нам сегодня уже по течение какого-то времени, там 2-3 года есть о чем сказать, в каждом муниципалитете, в каждом муниципалитете. Мы зашли с нашими областными программами, в каждом муниципалитете мы до конца года обязательно решим проблему очередности в детских садах. Мы строим жилье для наших детей-сирот, для переселения людей из аварийного жилья. И сегодня достаточно серьезные деньги выделяются на реализацию главных задач, поставленных президентом в его указах. И сегодня думаю, что каждый из вас может подтвердить о том, что присутствие областных государственных программ в каждом муниципалитете мы сегодня не зыблемо. И я хочу поблагодарить вас за поддержку в реализации этих программ. Я уверен, что те начинания и те программы, которые мы приняли, обязательно принесут пользу и обязательно повысят качество жизни наших земляков.